Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге «Бытия». И сегодня мы с вами читаем 20 главу. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраама Саре, жене своей, она сестра моя, ибо он боялся сказать, что это жена его, чтобы жители города того не убили его за нее. И послал Авимилех, царь Герарский, и взял Сарру. И пришел Бог к Авимилеху ночью во сне и сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Авимилех же не прикасался к ней и сказал, Вадыка, неужели ты погубишь незнавший сего невинный народ? Не сам ли он, сказал она, сестра моя? И она сама сказала, он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне, я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому что не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужа, ибо он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. Авраам опять опасается, что его убьют из-за Сары. И, возможно, это связано с тем, что, поскольку приближается чудесное рождение Исаака, каким-то непостижимым для нас сверхъестественным образом, Саре возвращена молодость и способность к чудородию. Писание об этом не говорит подробно, но мы можем это предположить. И вот Авраам выдает Сару за свою сестру. И мы видим здесь со стороны Авраама недостаток веры. Мы видим, что Бог обещал Аврааму защиту, Бог обещал Аврааму покровительство, Бог обещал Аврааму многочисленное потомство, Авраам поверил Богу, и тут он боится, что его убьют. Как же это так? И это важно, потому что Библия говорит о великих героях веры, как о живых людях. Авраам действительно испытывал страх, что он подвергается такой опасности, что его могут убить, чтобы забрать Сару, и он поэтому пускается на такой обман. Но как на это реагирует Бог? Бог мог бы прогневаться, Бог мог бы сказать, что, ну, раз ты оскорбил меня недоверием, теперь все, теперь я больше с тобой не имею дела, завет разорван. Нет. Бог продолжает покровительствовать Аврааму, Бог не допускает Авимелеху прикоснуться к Саре. Мы видим здесь Божью заботу, которая не обусловлена каким-то полным доверием или какими-то добродетелями самого Авраама, а обусловлена тем, что Бог взял на себя то, что он будет заботиться об Аврааме, и то, что Бог осуществит через Авраама свои замыслы. Мы видим здесь то, что в Библии на еврейском языке, на котором был написан Ветхий Завет, называется хесед, то есть неотступная верная любовь, которую Бог проявляет по отношению к Аврааму. Даже когда Авраам ведется не лучшим образом, когда он спотыкается и падает, Бог продолжает о нем заботиться, и Бог продолжает ему покровительствовать. И мы видим, что здесь Бог проявляет заботу об Авимилехе и не дает ему впасть в грех. И видим, что Авимилех, он боялся Бога, он отреагировал на это совершенно правильно. «И встал Авимилех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались, и призвал Авимилех Авраама, и сказал ему, что ты с нами сделал, чем согрешил я против тебя, что ты навел на меня и на царство мое великий грех. Навел было на меня и на царство мое великий грех. Ты сделал со мной дела, каких не делают. И сказал Авимилех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это дело?» Мы видим, что Авимилех тут выговаривает Аврааму, потому что Авраам в данном случае неправ. И это удивительная особенность Библии, что Библия показывает, что герои веры и выдающиеся личности Ветхого Завета могут быть чем-то неправы. Они живые люди, они могут спотыкаться, они могут согрешать. Иногда говорят, что Библия — это эпос. Ну, это не так. Если мы откроем эпос, мы увидим там персонажей, которые исполнены мощи и славой добродетеля. А вот когда мы открываем Библию, мы видим, что праотец Авраам здесь показан как человек, который испугался и от страха согрешил, и Авимилех ему за это выговаривает. Авраам сказал, «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия и убьют меня за жену мою. Да она и подлинна сестра моя, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, «Сделай со мной сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». И взял Авимилех серебра, тысячу сиклей, мелкого и крупного скота, и рабов и рабыни, дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его». Мы видим, что Авимилех, видя, что он чуть было не впал в такой грех, он вносит некоторые искупления, он дает Аврааму щедрые дары. «И сказал Авимилех Аврааму, вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. И Саре сказал, вот я дал брату твоему тысячу сиклей серебра, вот это тебе покрывало для чьей предсеми, которые с тобой предсеми ты оправдана». То есть на Саре нет обвинения в том, что она изменяла мужа, прелюбодействовала, с нее это обвинение полностью снято, а пред всеми свидетельствует Авимилех, что не было между ними ничего. И чтобы придать вес своему свидетельству, он выплачивает вот эту компенсацию. «И помолился Авраам Богу и исцелил Бог Авимилеха и жену его, и рабынь его они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое щерево в доме Авимилеха за Сару, жену Аврааму». Мы видим, что когда Авимилеха поражает это бедствие, Бог заключил всякое щерево, Авимилех кается, прислушивается к воле Божией, он показывает то, что он сожалеет о том грехе, которое чуть было не произошло, и Бог полностью отвращает от него все эти беды, Бог исцеляет Авимилеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Мы с вами прочитали 20 главу книги «Бытия». Мы с вами читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok